здравствуйте друзья сегодня пятница я еду с утречка на работу но может быть уже не так с утречка уже ближе к 12 скоро будет но какие у нас итоги там и что у нас впереди так я по дороге обобщают я сделал вчера плейлист для светильного строительного проекта в из палалта у нее вдруг такое как-то знаете оживление произошло в настроении и так вот своеобразный даже жанр такой сложился она едет на объекты и по дороге на объект она по дороге что-то рассказывает там на хайвее а потом возвращается и после потом показывает что-то на самой стройке так вот прямо жанр такой специфический вот я сам с интересом слушаю думаю надо же как интересно вот я увлекся и сделал есть специальный плейлист там три видео надо сказать что с точки зрения статистики просмотров а статистика просмотров есть по количеству просмотров а есть по праву по их продолжительность надо сказать что буквально пять шесть видео это 20 процентов всего времени которые наши зрители проводят значит смотря наши сюжеты 5-6 видео это 20 процентов и эти 5-6 видео это вот наши трансляции которые мы делаем суббота утром утром по московскому времени или вечером в 11 вечера в пятницу у нас тут по местному единственным исключением от единственным вкраплением так сказать вот не не прямо эфирным является наш сюжет с андреем иммигрант видео вот который тоже так оказался очень просматриваем по времени то есть люди долго смотрят давайте вот бывает видео там на полчаса смотрят его в среднем там пять минут а бывает там полтора часа и вот его смотрят и смотрят и смотрят и смотрят и смотрят но я очень рад что у нас появились наши вот эти трансляции которые мы раз неделю делаем там много вопросов как правило часа два с половиной иногда три уходит на то чтобы вопросы рассосались то есть чтобы прийти в такую точку когда больше уже нет вопросов ну то есть я в таком темпе двигаюсь что опережаю поступление вопросов в какой-то момент и вот мы где-то за два с половиной часа управляемся плюс у меня есть вопросы которые я подчитываю с форума заливорг но учета последнее время больше одного вопроса мне не удавалось бывали времена когда и 5 и 6 делал а тут что-то вот один но тем не менее там получается так интересно вот мы пытаемся еще что я пытаюсь договориться еще с несколькими с несколькими людьми о том чтобы с ними интервью заснять я пока не буду всех разглашать вот но один из них это такой человек который снимает интересный такой блог я я даже не знаю к политически он не политически такой внутри а внутренней жизни в российской федерации сотник то значит и вот я ему написал но что-то не отвечает человек а тут нет говорят люди что он вынужден был из опасений там за свою жизнь перри перебраться в грузию и так далее в общем вот я ему написал ответа пока не было если вы его слушаете то может быть вы тогда мне поможете и напишите ему там в личку куда-то что вот там михаил портнов рассказывал что вам написала ответ пока нет давайте сделаем совместное интервью я на самом деле не очень уверен что вообще для него это правильный формат то есть бывают люди которые не не дают интервью а наоборот сами берут или скажем как-то это ограничивать себя географически как-то может быть может быть мы для него слишком далеко я не знаю но во всяком случае если так есть желание чтобы человек у нас на канале появился вы тогда поддержите мое усилие там написав что-нибудь в личку теперь что еще у нас интересного думаю думаю что у нас интересного у нас началось несколько групп все очень интересные по-своему и у нас как бы приподнятое на этой почве настроение вот уже там у меня наметились какие-то люди которые готовы там интервью давать а то знаете бывают такие скрытные подпольщики вот например там тоже на такая девушка хорошая кудрявая такая красивая молоденькая нет говорит я такая скрытная не буду не буду показываться но бывает бывает вот но тем не менее значит какие-то у нас интервью пойдут с этой стороны просто чтобы вы видели кто в америке живет какие люди чем дышит чем интересуются я считаю как бы правильными ну как для нашего канала подходящими сюжеты в которых мы просто показываем разных людей потому что когда человек не видит тех кто в америке живет у него может сложиться какое-то такое представление что это какие-то странные люди в том или ином отношении вот необычные какие-то вот не такие как мы вот им самое самое место вот пусть едут куда-нибудь и там вот живут а мы там точно вот это не мы это не такие как мы вот я как раз показываю что это такие как вы и мы в общем-то по обе стороны океан примерно одинаковые собственно те же самые люди они с той стороны на эту и в общем симпатичные хорошие трудолюбивые глазки светлые и так далее вот я вот я стараюсь показывать да что еще завтра я буду в санта-круз точнее сегодня вечером уже будут санта-круз мы сделаем как всегда трансляцию а уже потом был как всегда будем снимать что-нибудь самом санта-круз я честно говоря иногда напрягаюсь мыслью о том чтоб такое еще снять то то вроде все уже видели но воскресенье мы пойдем снимать католическую миссию вообще было время это с конца 18 века там 1700 там и так далее туда ближе к концу значит католические миссионеры двигались со стороны мексики на север и строили миссии они похожи как бы чисто архитектурно так в одном примерно стиле сделаны и так далее и вот если вы по по калифорнии будете там путешествовать вы увидите что всюду есть в любом городе есть улица который называется мишин моя внучка саша и вот у нее в школе они это произносят межин межин я уж не знаю вот прямо же такое не там между вот но и мы так как тоже по старинке мишин миссии и в калифорнии построили 21 миссию и собственно задача этих миссий было обращать в католичество индейцев хотя надо сказать что население тут было совсем не так много и пишут что вот когда миссионеры первые пошли в калифорнию тут все население вот это индейская где-нибудь 1300 составлял вот но тем не менее 21 миссию построили и если вы посмотрите на название городов вы увидите что вот все это очень завязано сан-франциско сан я не знаю луис-абиспо санта-клара сан-матео то есть они вот строили свои миссии называли их именами святых вокруг образовались со временем города и так далее и вот мы поедем в миссию который находится в городе кармел почему кармел потому что там миссия такая знаете более заковыристая вот потому что есть санта крузе есть санта кларе вот у меня за спиной тут 20 минут вот есть в сан-франциско самое северное то есть вот эти 21 миссия которые шли искать с юзу с юга на север дальше сан-франциско уже не пошли вот все они находятся южнее сан-франциско туда между сан-диего и сан-франциско вот и я уж не знаю захотим ли мы еще какие-то миссии смотреть но вот ту которая в кармеле мы посмотрим то есть первая моя мысль была если уже делать там смотреть на миссию бы нам санта крузе не зайти но внучка наша саша она будет с нами в этом путешествии делает какой-то там отчет для школы вот и ей настоятельно советовали именно кармел поэтому и пойдем в кармел темы будем то отвлекаться вот давайте раз мы уже приехали запищала и туда камеру на себя то будет невежливо типа спрятался от народа вот мы от народа не прячемся и буквально через там ну меньше чем меньше чем через пол сутки от этого момента уж не знаю когда вы там смотрите но меньше через пол сутки я буду уже с вами на прямой линии так что счастливо и до встречи